Привет, рада видеть вас на своём канале, надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Пиратская Жизнь, обсудим с вами утреннюю истерику Нинки. Бешусь всё утро, крыша поехала, вернее, поеха написала, она уже даже не дописывает. Хейтеры добились своего, довели меня до психушки. О, как всё сложно. Хотя, на самом деле, ребят, только с самых первых кадров уже было понятно, что, наконец-таки, дошло до Нинки. Истерика началась, правда, началась истерика давно, как только появилась Татьяна, а тут, видать, Нинка посмотрела стрим. Стрим, на котором собрали приличную сумму денег для покупки телефона Татьяне. И что Нинок сказала, что дрыхли очень долго. Вчера, говорит, смотрели сериальчик, да, сериальчик под названием «Стрим Татьяны». Смотрела, видать, и тряслась. Потом напилась, а с утреца до с бодунца истерика конкретная у неё началась. И это, Нинок, ещё только начало. Ну, правда, у тебя, может быть, там только начало. Вечные задержки, вечная путаница. Что ещё ждёт впереди? Я боюсь даже представить. Ой, кричит, тут так хорошо спится, так хорошо спится, любимый муж под боком. Да, прижмёшься к нему, а он от тебя... Да, Нинка? А он от тебя аж блевать готов. Очень-то ты напряжималась к нему. Не зря языком там ворочала во рту, когда в парилке стояла. Знаешь в этом толк, а больше ни в чём толк ты не знаешь. Потому что твой муж брезгует тобой. Твой муж боится дотронуться до тебя, потому что ему противно. А уж когда ты лезешь к нему, так его как будто током прошибает. Только от прикосновения. Ну, а дальше началось то, что мы, собственно, ребят, с вами видели. Решила она хейтерам на зло сделать. Хейтерам на зло, а себя на посмешище. Ребят, ну вот скажите, нормальная, адекватная женщина станет посреди кухни и начнёт сиська тряс, кардан отряс, похлопывание по этому кардану. Вот скажите, адекватная женщина, которая, ну, просто уважающая себя, станет вот так вот делать, конечно же, нет. И правильно написала, ниног ты, крыша поехала совсем. И добили тебя хейтеры, добила тебя Татьяна. Остаётся только вот трясти сиськами, карданом. И мы уже это всё видели. Чё нам? Чё нам это лишний раз показывать? Позорься дальше, нам-то что? Трясись, прыгай, визжи. Ну, толку никакого не будет. Ты как была по смешищам, так и останешься. И уже другого тебе не дано. Уже настолько опозорилась на весь Ютуб, что остаётся только ежедневно. Да, хлопать по жопе, трясти этими бесхозными грушами. Нет, ребят, осталось догола раздеться и потрястись. Ну, уже она раздевалась, да, в труселях ходила. Ну, правда, такое же она не может показать. Остаётся только вот то, что мы видим. Наблюдать это позорище. Понимаете, она думает, что она хейтеров выведет на эмоции. Да хейтерам уже всё равно. Всё мы уже это видели. Просто нам интересно посмотреть, как же её разрывает и колбасит. Как же она нервничает. А сделать, собственно, ничего не может. Тани рот она не закроет, естественно. Группа поддержки Тани большая. И там она тоже не может вставить свои пять копеек. Потому что сама прекрасно знает, что её может ждать. И что её уже, собственно, ждёт. Впереди то, что она вытворяет в Таиланде, как она людей снимает, высмеивает. И на весь мир всё это транслирует. Но всё это мы уже увидим, вернее, реакцию. Дня через четыре снова. Ну, а пока это всё сиська тряс, карда на тряс на фоне Таниного стрима. Разминайте, говорит, свои пальчики. Это, типа, комментарии пишите. На самом деле, ребят, ничего ей не пишите. Зачем вы ей пишите? Зачем? Ей нужны комментарии. Пусть трясётся. Пусть что хочет, то и делает. Ну, пусть выставляет тебя на посмешище. Зачем ей что-то писать? Чем больше писанины, тем больше рейтинг канала Нинки. И, соответственно, просмотров будет больше, бабосов больше. Совести, как у неё не было, так и не будет. И стыда тоже самое. Ей никогда не стыдно. Ни за что ей никогда не стыдно. Ну, и дальше, ребят, её продолжала трясти. И руки ходуном ходили, и визжала, и кричала. Ну, действительно, всё верно. Крыша окончательно съехала. От зависти жаба придавила пиратку прям каблуком остреньким. Потому что Татьяне столько надонатили. А ей только и приходится глотать по 100 рублей за противные голосовые сообщения. Ну, потому что ни на что она больше, собственно, ребят, не способна. Вот и тряслась. Совершенно, вы знаете, не вызывала она у меня какого-то удивления. Можно подумать, она может быть другой. Другой она не может быть. Вот это вот как раз-таки естественная пиратка, Жабодавищая, такая прям лживая, мерзкая баба. Всё то, что рассказывает Татьяна, вот всё мы сейчас наблюдаем. Всю эту мерзость, гадость. И она прекрасно знает, что дальше будет ещё хуже. И трясись, Нинка, не трясись, ничего не изменится. Так что можешь продолжать в том же духе позориться. Смешная ты, Нинок. Как она сказала, говорит, сейчас напишут, что её рвёт, типа разрывает от нас. Нет, Нинок, не от нас. Тебя разрывает от стрима Татьяны. Мы-то тут паричём. Жаба тебя душит, да так душит, что прям аж не можешь. И сплясала, и груши потрясла, и кардан похлопала, и руки в ход пошли. Но, естественно, это не от нас. Мы знаем, от кого и кто виновник твоего праздника, праздника в дурдоме. И кричит, никогда не думала, что сможет взять власть, завоевать власть, значит, над людьми. И не такая уж и глупая. И хейтеры, говорит, доведут себя до психушки. Для меня, говорит, это работа. Ролик закончила, и якобы живу своей жизнью. Ребят, мне так смешно стало. Ролик закончила, и новый тут же начала снимать. А психушку мы видим как раз-таки на экране. Далеко ходить не надо. Нинок, ты и есть самая настоящая психушка. Я не знаю, как можно таких выпускать ещё и в Ютуб. Это просто ужас. И чем дальше, тем всё сложнее и сложнее. Вы посмотрите на неё. Ну вот реально, деградирует и катится по наклонной. Хотя она уже и так скатилась на дно. Но с появлением Тани всё, ребят. С пираткой что-то случилось. И тут и правда уже пора санитаров вызывать. А вы представьте, вот она же орёт, горлопанит песни, визжит. И я думаю, что слышно же и через стены, и через двери. И люди же всё это слышат, её этот визг и эту истерику. А прикиньте, когда понапиваются, чё они вытворяют. Зрителей поблагодарила-то как, которые её поддерживают. Ниног, покажи хоть одного, кто тебя поддерживает. Ребят, то она говорит, что ей там всё написывают, написывают где-то. Тут уже поддерживают. Тебя вообще-то и не поддержишь. Ага. Ну, если только пальчик один. А так-то не найти, наверное, такого, чтобы тебя поддержать-то мог. И дальше было сказано явно в сторону Татьяны, что якобы утопить пиратку хотят. Но Нинка рада. Чем больше о ней говорят, обзорщиков, ну и прочих, да, тем выше она, тем у неё популярность больше. Ой, блин, ребят, это трындец. Популярность-то завоевала мерзостью, гадостью. Фу, ребят, это популярность. Умирающей матери колбасу в рот толкать. Это популярность бросить отца, умирать и уехать в Таиланд. Вот это популярность, когда надо маме памперсы менять, газеткой она прикрывает. Вот это популярность. Вот это, слушайте, популярное. Фу, она радуется мерзости, которую творила. Про обзорные каналы я уже вообще молчу. Её колбасит от каждого обзора. И если бы её не колбасила, она не носилась бы по обзорным каналам. И не читала, не перечитывала сутками всё. Поэтому и дрыхнет весь день, потому что она заснуть не может, пока всё не перечитает и не пересмотрит. И дальше опять всё та же песня про завод, про мороз, про то, что она может спать сколько угодно, а потом сиськами потрясла и заработала. Вот она, популярность позорная. Прожрать и спустить в унитаз всю жизнь, валяться до трёх, потому что ночью не спится истерика и трясучка. И там стакан за стаканом залетает в глотку. Утром проснуться, в истерике сплясать и всем показать сиська тряс, карда на тряс. И это, заметьте, женщина. Хотя, вы знаете, разве можно её назвать женщиной, а Фовку мужчиной? Да там вообще не пойми, что то ли полено, то ли растенье, которое единственное, что умеет заглатывать макароны, плямкать губами. И на этом всё. Дальше что-то она заговорила про эмоциональную жизнь. Что она для неё весёлая, чем скучно жить. А какая такая эмоциональная жизнь? Нинке нравится, когда про неё говорят, и говорят нехорошие, когда про неё рассказывают правду. А ещё в чём эмоциональность? Мне интересно. Эмоции, наверное, во сне. Или эмоции, когда заглатывает жиротву. Ну и эмоции, наверное, у неё зашкаливают, когда Фовка дёргается от её прикосновений. Короче, пиратка не знает, что плести. Всё это истерика, всё это психоз. А дальше она вспомнила про донаты, загадки и комментарии. Ниног, ну так другие тебе и не пришлют. Да, а рассчитывать тебе не на что больше. И ты решила эту тему якобы перевернуть. Фу, это такое позорище принимать такие подачки с гадостью, мерзостью в твою сторону. По 100 рублей, по 200 рублей. А Татьяне, заметь, с любовью отправляли деньги. И немалые деньги. Да. А тебе приходится сидеть часами. И благодаря только хейтерам ты и собираешь деньги. Никто тебе адекватный никогда в жизни не переведёт ни копейки. Не заслужила. Гением она себя назвала. Помойный гений ты. Да, среди помойки ты точно гений. Гений по мерзостям и гадостям. Бомбит, Нинка, тебя, понимаем, бомбит. И, по-моему, ни разу ещё тебя так не бомбило, как именно сейчас, когда Татьяна появилась и рассказывает всю правду о тебе. Ох и бомбит тебя. А мы смеёмся, Ниног. Ты думаешь, ты нас напрягаешь? Мы там возмущаемся и будем прям бубнить, да, вопеть. Да нет, Ниног, мы ржём с того, как тебя разрывает. А дальше призналась, ребят, что всё плохо. Но, говорит, вы никогда не узнаете. Если вдруг я укачу в психушку, если я вдруг закрою канал, вы об этом не узнаете. А как так, Ниног? Узнаем, чё не узнаем. Канал будет закрыт, значит, как мы не узнаем. Ну, а в психушку, ну, куда угодно можешь ехать. Собственно, нас это не особо волнует. Психушка так психушка. Главное, чтобы ты сама понимала, что давно туда уже пора съездить. Ой, а потом снова эти сказки. Ой, это вы, это вы узнают на улице, прям падают и обнимают. Да, Ниног, ты это хотела сказать? Да кто тебя узнаёт? Вот сейчас тебя точно будут узнавать. Угу. Главный сискотряс и карданотряс Ютуба, который визжит на весь кондик и снимает всех подряд в бассейне. И ещё и высмеивает определённых личностей. Об этом уже знают все в Таиланде, кто рядом с тобой живёт. Так что веселись дальше. Веселье тебя ждёт ещё какое. В конце она решила перекривить Татьяну, порыдать якобы, кривляя её. И завопела. Вовка, ты моих сорок кошек бы кормил. Тебе, Ниног, и одной никто не доверит кошке. Ржи, хоть лопни. Но что-то мне подсказывает, что это её истерическая ржака перед горькими слезами. В самом деле, ребят, таких ущербных, как пиратка, наверное, нет. Таких мерзких, таких гнилых. Это ужас. Ну, серьёзно. Чтобы женщина настолько низко падала и так унижала себя, опускала себя. И до такой степени позорилась на весь белый свет, думая, что её хоть кто-то поддержит. Никто её никогда не поддержит. Никто, Ниног, ты хоть прыгай, хоть вяжи, хоть падай. Ничего уже в твоей жизни не изменится. Никогда не будет положительных эмоций на твоём канале. Что показываешь, то и получай. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.